Что вы думаете о нападении на Фельгенгауэр? Да есть у меня такая тема, нападение на Таню Фельгенгауэр. Ну, давно ее знаю, с ней дружу, и Юля с ней дружит. Она, в общем-то, такой близкий человек и журналист, которого я давно знаю. Отличный журналист. Я, как и все, был, конечно, шокирован нападением на нее. К счастью, она поправляется. Сегодня она ответила мне на сообщение. Это означает, что у нее уже телефон в руках. Я не знаю, может, Таня смотрит даже наш эфир. Таня, привет, желаем тебе выздоровления. Много чего сказано. Я могу добавить здесь только несколько довольно неоригинальных мыслей. Про ту самую, я извиняюсь, атмосферу ненависти, которая участвует в этом во всем. Потому что я знаю это с практической стороны. Во-первых, кстати говоря, давайте посмотрим коротенькое видео, где вот этот нападавший преодолевает пост охраны. Вот он берет баллончик, я так понимаю, брызгает. Вот сначала какой-то пропуск протягивает, потом брызгает в лицо охраннику. И довольно лихо пробирается и бежит, понимает, куда. Я был на Эхо Москвы много раз. Я могу вам сказать, что если ты там не был, и у тебя нет четкого плана, как попасть в какое-то место, где сидит Татьяна Фельгенгауэр, это довольно сложно. Там всегда много людей в этом месте. Там сидят подразделения правительства Москвы в этой высотке на Новом Арбате. Поэтому это не то, что какой-то пустынный закоулок. Вот так вот ты будешь убегать от охранника, но тебя могут поймать около лифта. Там всегда много людей, нужно знать, куда бежать. Поэтому, честно говоря, мне совсем не кажется, что этот человек псих. Пока сложно сказать, там он засланный, не засланный. Но вот про атмосферу. Такие вещи происходят, потому что власть делает их возможным. Потому что, ну, она, во-первых, возбуждает всех этих психов. Знаете, сумасшедших людей вокруг много. Ну, сумасшедших, вот прям действительно, с медицинской точки зрения. Больных людей много. Мы знаем, что у них проходят какие-то обострения весной, например. Но вот этот бесконечный трэш на российском телевизионе, он хуже, чем любая весна на них действует. Они реально, ну вот просто, возбуждают этих людей, поталкивают для того, чтобы они бегали везде с ножиками. Это прямая ответственность российской власти. То, что они свои вот эти две пропаганды. Ведь не за несколько дней до нападения Фельгенгауэра был фильм про журналистов Эхо Москвы, где рассказывали, какие они ужасные иностранные агенты. И ее там показывали, как, значит, какую-то главную ЦРУшницу. Ну, понятно, что все сумасшедшие из страны смотрят и думают, блин, вот, конечно, для защиты страны от ЦРУ я должен был бы ее порезать ножом. Это первое. А второе, есть уже совершенно практические вещи. Я могу со своей колокольни. А покажите, вот постановление, которое мне сегодня прислал адвокат. Помните, когда на меня нападали, плескали зеленкой в глаза? Я не знаю, видно или не видно. Вот можно красную рамочку поближе подвести. Ну, короче, там написано, что прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и обращает внимание милиции, что она не установила местонахождение нападавших. Не сделала вообще ничего. То есть, вот здесь перечислены несколько просто элементарных шагов, которые полиция должна была сделать для того, чтобы найти нападавших на меня. Но они не сделали это. За несколько месяцев они не сделали это. То есть, они не сделали ничего. Почему это произошло? Потому что им сказали не делать ничего. Там есть смехотворный пункт о том, что полиции не установлено местонахождение вот этих вот там Петрунько и там кулаков нападавших. Эти люди на фотографиях на каждом митинге. Вот там куча этих гоблинов, которые ходят, помогают там полиции фабриковать дела или просто, значит, как-то там пристают людям и вот занимаются. Они ходят на каждый митинг. Они вот стоят там под прикрытием полицейских. Их каждый раз фотографируют, постят в Твиттер. О, а вот тот парень, который, значит, Навального плескал там едкой жидкостью в глаза, вот здесь он стоит на митинге. Рядом с полицейскими. И вместе они пришли. И полиция говорит, ну, мы не смогли установить их местонахождение. Это совершенно осознанная политика. Поэтому каждый псих знает, что, ну, во-первых, его призывают по телевизору, а во-вторых, он же понимает, что, в общем-то, государство, скорее всего, за него заступится. Его либо не найдут, либо помогут ему уйти от ответственности, либо, ну, либо наградят, вообще пощрят, может быть, что-то такое дадут ему. А вот именно таким образом все это работает. Вот может быть, он даже не псих, а какой-то циничный человек, который понимает, что нужно вот этих вот либерастов, на них нужно напасть, а потом тебя как-то наградят и тебя поощрят, потому что, ну, посмотрите, по делу Навального видно, что вам нужно подойти, напасть на человека, а потом тебя государство будет защищать. Именно поэтому это и происходит. Поэтому, вне зависимости от каких-то личных мотивов или не личных мотивов, не верю ни в какой личный мотив, да, что произошло в Федгенгауэр, вот ответственность за это, за все, безусловно, лежит на государстве. Государство взращивает, возбуждает психов и дает им, психов, жуликов, негодяев и мерзавцев, и дает им потом еще политическую крышу и политическую защиту. Субтитры создавал DimaTorzok